Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о морфо-функциональных характеристиках конечного мозга. Итак, конечный мозг представляет собой структуру, состоящую из двух полушарий – химисферия церебря. В свою очередь полушария состоят из четырёх основных анатомических образований. Это плащ, подкорковые ядра или узлы основания, обонятельного мозга и боковых или латеральных желудочков. Но если говорить о филогенетическом развитии, самым древним образованием является обонятельный мозг. Далее формируются структуры, отвечающие за видовые реакции и безусловное поведение животного. Это подкорковые ядра или узлы основания. Позже формируется плащ, который отвечает уже за индивидуальные реакции, основанные на условных рефлексах. И полостью, соответственно, является боковой желудочек. И ещё позже формируются структуры внутри коры большого мозга, которые отвечают за коллективное поведение на основе речи. Это так называемые речевые центры. Плащ состоит из белого вещества, покрытого снаружи серым веществом корой большого мозга. Толщина коры совсем небольшая, где-то 1 до 3 мм. Общая площадь коры достигает 2200 сантиметров квадратных. Чтобы представить, какая-то площадь, можно представить квадрат со стороной 47 сантиметров. Площадь коры увеличивается за счёт борозд и извилин. Сама кора состоит из 6 слоёв клеток. Эти клетки формируют различные зоны с различной по строению гистоархитектоникой. Строение слоёв коры вы будете подробно учить в гистологии. Здесь же я хотела вам только показать, что действительно кора имеет различные зоны. И хотела вам показать с помощью вот такой современной методики окраски нервных клеток, с помощью маркеров, которые красят определённые белки. И вот под конфокальным микроскопом эти зоны получают вид такой вот разноцветной радуги. Методика, сама методика достаточно оригинальна. Она получила название окраски нейрорадуга. Нейрорадуга. Такие красивые сочетания получает кора головного мозга после окраски. И ниже вот эта фиолетовая зона, это зона белого вещества плаща. Здесь вы видите нейрон. Здесь вы видите нейрон. Вот это отростки нейронов. То есть такая очень интересная методика. И ещё одну методику, которую я вам хотела бы показать, тоже одна из современных методов исследования, диагностики. Вот это так называемая позитронно-эмиссионная томография или ПЭТ-КТ. Вот с помощью этой методики можно изучать функциональную зону коры. Здесь необходима определённая подготовка пациента, которому вводится глюкоза с веществом или радиоактивным веществом, испускающим элементарные частицы. И активные клетки коры и вообще тело человека, они начинают очень быстро поглощать эту глюкозу. И томограф в виде свечения эти зоны активности может зафиксировать. Таким образом можно изучать зоны коры наиболее функционально активные, вообще мозга, тело человека наиболее функционально активные. И как активные зоны, так и области патологии, например, развитие опухоли. Значит, площадь поверхности коры увеличивается за счёт бороста и извилин. Количество бороста и извилин у человека различное. И иногда эти различия имеются и в правом и левом полушарии одного индивида. Значит, тем более значительно различные индивидуальные особенности между различными людьми. Тем не менее, в каждом полушарии выделяют пять долей, которые разделены друг от друга, ограничены друг от друга, значит, постоянными бороздами. Так, лобная доля от теменной ограничена центральной бороздой. Спереди находится предцентральная, сзади постцентральные извилины. Лобная доля, соответственно, имеет наиболее большие, это верхние, средние, нижние извилины лобные. Значит, теменная от затылочной долей ограничена теменно-затылочной бороздой. Теменная от височной и затылочной, в основном от височной, ограничена натуральной щелью. Височная доля имеет основные верхнюю, среднюю и нижнюю височные извилины. Теменная делится на две теменные дольки, верхнюю и нижнюю. Нужно сказать, что еще одна долька или островок инсуля находится внутри латеральной борозды под так называемой покрышкой. Это нависающая на латеральную борозду край теменной, лобной и височной долей. Если удалить вот этот край, то мы увидим как раз часть мозга, покрытого корой с короткими извилинами. Это и будет инсуля или островок. В большом мозге выделяют переднюю латеральную поверхность, мы с вами посмотрели, а также еще нижнюю и медиальную поверхность. На нижней поверхности вокруг медиальной борозды ограничены две прямые извилины. И за прямыми извилинами располагается обонятельная борозда, в которых лежит обонятельный луковица, обонятельный тракт, обонятельный треугольник. Это периферические отделы обонятельного мозга. Нижнюю поверхность формирует часть лобных долей, а также нижнюю поверхность височной и темной долей. На медиальной поверхности большого мозга центральное место занимает белое вещество, мы к нему потом вернемся. Это комиссуральные волокна, образующие так называемое мозолистое тело. Над этим мозолистым телом расположена очень глубокая борозда, борозда мозолистого тела, солькус корполис коллези, которая дальше переходит на височную долю и переходит в виде продолжения парагипокампальной борозды, солькус гиппокампи. Над бороздой мозолистого тела расположена борозда, поясная борозда, солькус цингули, ограничивая поясную извиливу, гирус цингули. Значит, гирус цингули ограничен, как я уже сказала, солькус цингули. И солькус цингули, поясная борозда, продолжается дальше, образуя небольшую веточку выше извилины. Между задним краем солькус цингули формируется небольшой участок коры, который называется предклинье. Спереди от этого участка формируется так называемая парацентральная долька, люлес парацентралис. Как я уже сказала, теменная от затылочной долей отделяется гирус паритакцепиталис, теменно-затылочной бороздой, которая ограничивает вместе с шпорной бороздой, солькус калькаринус, небольшой трехугольный участок, который называется клин. Который называется клин. Функционально на медиальной поверхности хотелось бы выделить еще одну извилину, которая является больше функциональной извилиной, чем анатомическим образованием. Это объединение гирус цингули, перешеек, это небольшая часть между гирус цингули и парогипокомпальной извилиной на височной поверхности, которая заканчивается крючком. Вот эта вот вся структура, расположенная вокруг мозолистого тела, получает название сводчатоизвилиной гирусфорникатус. О ней мы поговорим несколько позже. В Коре, значит, еще в XVIII веке знаменитый морфолог Анатом Бетц выделил понятие корковых центров. Значит, корковые центры – это участки, которые различаются по строениям и функциями. Значит, позже Павлов говорит о анализаторе и разрабатывает учения об анализаторе. Это, значит, функциональная структура, которая состоит из рецепторной части, проводниковой части, вот, и коркового конца по Павлову. И вот корковый конец анализатора – это как раз по Павлову и есть понятие коркового центра, соответствует понятию коркового центра. То есть это тот участок коры, который анализирует информацию, которая получена с периферии, с внешних каких-то источников, с внутренних органов человека или животного. Очень долго понятия корковых центров, они оспаривались. В конечном итоге выделили ядро коркового центра. То есть это те клетки, которые наиболее активно участвуют в анализе информации. И периферии коркового центра. То есть клетки, находящиеся на каком-то расстоянии, это ядра, иногда даже на достаточно большом расстоянии, но которые также способны принимать участие в интеграции тех сигналов и анализе интеграции тех сигналов, которые поступают с организма человека, а также с внешней среды. И выделили в конечном итоге ядро и периферию коркового центра. То есть ядро – это точная проекция рецепторной зоны, а периферия – это какие-то еще участки коры, которые участвуют в синтезе, анализе раздражителя. При поражении ядра, функцию ядра может на себя в той или иной степени взять периферические участки. Таким образом, в той или иной степени при поражении ядерных центров тех или иных анализаторов функция может восстановиться. Мы с вами немножко с амтомической точки зрения упрощаем эти понятия и рассматриваем зоны коры, которые отвечают за основные рецепторные зоны в теле человека для того, чтобы нам понять, как же работают в дальнейшем анализаторы и рассмотреть более детально проводящие, в дальнейшем проводящие пути. Опять же, необходимость понимания корковых центров нужна для диагностики тех или иных поражений нервной системы в неврологии. И вы должны понимать хотя бы основные зоны нервных центров для того, чтобы поднимать сильные нервные расстройства. Дальше мы введем еще одно понятие. Это анализаторы первой сигнальной системы и анализаторы второй сигнальной системы. Эти понятия тоже были разработаны Павловым. И мы, как уже с вами говорили, анализаторы первой сигнальной системы возникают в процессе формирования органов, в частности коры, управления поведением животного на основе безусловных рефлексов, на основе органов чувств. И вот эти анализаторы Павлов назвал анализаторами первой сигнальной системы. Мозговые центры, анализирующие возбуждение рецепторов органов чувств. И далее, когда начинают формироваться уже органы управления, связанные с коллективной трудовой деятельностью, в процессе трудовой деятельности, в процессе общения людей друг с другом, формируются мозговые центры, анализирующие речь. И вот Павлов назвал эти центры ядроанализаторами второй нервной системы. Итак, ядроанализаторы первой нервной системы. Где же они локализуются? Мы, как я уже сказала, рассмотрим только основные из вот этих центров. На самом деле, кора достаточно активно изучается. По данным анализа составленной нервной карты коры, гистоархитектоники коры, очень большое количество там зон выделено, которыми пользуются нейрохирурги. Но я говорю, что мы только основные понятия с вами берем. Итак, ядро двигательного анализатора. Оно локализуется. Это ядро, которое анализирует раздражение рецепторов, смысл, тухожилий, связок, суставов. И, значит, это ядро локализуется в процентральной извилине, в лобной доле, а также около центральной дольки на медиальной поверхности. Значит, следующее ядро – это ядро кожного анализатора, которое расположено в задней центральной извилине, расположено в теменной доле. И еще одно ядро, которое тоже будет соответствовать кожному анализатору, которое будет воспринимать сложный анализ, связанный с пониманием формы, размеров предмета, связанный с пониманием его свойств, каких-то этого предмета, теплой, шероховатой и прочее. Это ядро так называемой стереогнозии, которое находится в верхней теменной дольке. Верхней теменной дольке. Значит, это ядро позволяет нам понимать, какой же мы предмет держим в руках. И если нарушено, повреждено это ядро, значит, закрытыми глазами мы не сможем с вами определить, что же мы держим в руках. Вилку или ложку, шарик или кубик, или что-то другое. То есть мы чувствуем, что мы что-то держим. Но уже какие-то свойства, признаки предмета мы уже с вами понять не сможем. Значит, следующее ядро, ядро слухового анализатора. Ядро слухового анализатора локализуется в верхней части височной извилины, верхней височной извилины на поверхности, обращенной к островку, то есть как бы на внутренней поверхности коры, скрытой от нашего восприятия передней латеральной поверхности. При изучении свойств коры стало понятно, что представительство различных органов кори, оно различно. И вот так появился так называемый гомункулюс Пенфилда. Ну, что такое гомункулюс? Гомункулюс – это искусственный человечек, который в XVI веке пытались создать алхимики. Пенфилд – канадский нейрохирург, который изучал проекцию зон коры и показал, что представительство различных органов в зонах коры, оно не одинаково. И вот так возник такой человечек с большой головой, большими руками, губами, который олицетворял пропорции зон тела человека в коре полушарий. И вы видите, что так называемый есть двигательный и чувствительный гомункулюс, условно, который олицетворяет пропорции двигательной зоны коры при центральной извилине. Причем этот человечек получается перевернутый. То есть в верхних отделах коры проецируется нижняя конечность, а в нижних отделах коры, в нижнепоковых отделах коры проецируется, соответственно, лицо, язык и в центральных отделах верхняя конечность. И такой же закономерность имеет и чувствительная кора. Значит, в верхних отделах также проецируется нижняя конечность, а в нижних отделах проецируется лицо и все остальное. Далее. Ядро зрительного анализатора. Ну, ядро зрительного анализатора проецируется вокруг шпорной борозды в области клина на медиальной поверхности больших полушарий. Ядро обонятельного и вкусового анализатора в височной доле, парогипокомпальные извилини и в крючке. Ядро статокинетического анализатора в средней части, средней и нижней височной извилинах. Ядро анализаторов речи. Выделяют два типа ядер анализаторов речи. Это ядра устной речи, они более древние, и ядра письменной речи, считаются филогенетически более современными. Ядро анализаторов устной речи тоже условно два, хотя сейчас они подробно изучаются, тоже дифференцируются. Это ядро двигательного анализатора устной речи, которое соответствует заднему отделу нижней лубной извилины. Это ядро получило название центроброкка. А также ядро слухового анализатора устной речи, которое проецируется в задней части верхней височной извилины, который получил название центроверники. Значит, эти два центра, центроброк и центроверники, они располагаются у большей части людей в левом полушарии. Однако у левшей, у некоторой части левшей, они могут располагаться в правом полушарии. Причем эти центры, они располагаются только в одном полушарии, и они имеют филогенетические индивидуальные. То есть у наших близких родственников, даже у человекообразных обезьян, похожие центры, хотя мы не говорим, что это центры речи, похожие центры локализуются в совсем других зонах. Вот. Значит, ну, центр брока, как мы уже сказали, ядро анализатора устной речи, оно координирует двигательные реакции, связанные с образованием речи. И при нарушении этого центра возникает так называемая моторная афазия или афазия брока. То есть человек может произносить различные звуки, но он не может соединить звуки в членораздельную речь. Центр верники получает название рецептивной афазии или афазии верники. Здесь, наоборот, у человека возникает набор бессмысленных фраз или так называемая телеграфная речь, которая, в общем-то, тоже не характеризуется как нормальная, естественно. Вот. Анализаторы письменной речи, как мы сказали, филогенетически более древние. Анализатор двигательный центр письменной речи формируется уже в задней части средней лобной свилины. Вот. И, значит, он соответствует центрам, двигательным центрам, которые координируют движения, в том числе, этих самых минических и жевательных мышц. Вот. И ядро зрительного анализатора письменной речи соответствует нижней теменной дольке. Нижней теменной дольке. Далее. Базальные ядра. Базальные ядра представляют собой скопление серого вещества в глубине полушарий мозга. Значит, выделяют четыре базальных ядра. Они имеют достаточно сложную конфигурацию. Вы видите их здесь на реконструкции и на срезах мозга. Это хвостатое ядро. Вот это верхнее. Оно имеет следующие части. Это головку, тело и хвост хвостатого ядра. Достаточно сложной конфигурации ядро, которое расположено вокруг талянуса. Следующее ядро. Это чечевицеобразное, которое тоже имеет сложное строение. Две части. Центральную часть чечевицеобразного ядра занимает бледный шар. Он состоит из двух отдельных темных полосок. И латеральную часть занимает скорлупа. Тонкая полоска серого вещества, расположенная на латеральной скорлупы, получает называние оградой. И еще одно ядро, которое мы можем увидеть на срезе мозга, на фронтальном срезе мозга, в височной доле. Это так называемое миндалевидное ядро. Ну, еще раз давайте посмотрим локализацию ядер. Локализацию ядер. Вот здесь представлен фронтальный срез. Вы видите на фронтальном срезе, рядом с талямусом, можно увидеть только небольшую часть головки хвостатого ядра. Вот. Ниже, значит, чечевицеобразное ядро, бледный шар, медиальная часть, скорлупа, латеральная часть и ограда. На, значит, горизонтальном срезе, опять же, посмотрите, это желудочки мозга, рядом локализуется головка хвостатого ядра, это талямус, две пластинки, значит, чечевицеобразного ядра, медиальный, бледный шар, латеральная скорлупа, и также расположена ограда. И посмотрите, пожалуйста, как выглядят базальные ядра на срезе мозга. Ну, опять же, латеральный желудочек, значит, здесь головка хвостатого ядра, чечевицеобразное ядро, латеральный желудочек, головка чечевицеобразного ядра, талямуса, талямус, талямус, хвостатого ядра, чечевицеобразное ядро и миндалевидное ядро на срезе. Идём дальше. Значит, в целом, значит, базальные ядра формируют сложную подкорковую структуру, которую можно охарактеризовать в общем, очень кратко, как подкорковые двигательные центры. И вот эти подкорковые двигательные центры, они образованы, естественно, совокупностью хвостатого ядра, скорлупы, которые физиологи обзывают как стриатум, и бледного шара, который получает название физиология как полидум. Все эти ядра регулируют мышечный тонус и непроизвольный автоматизм, и непроизвольные движения. Движений достаточно много, непроизвольных, это и ходьба, и дыхание, и речь, и более сложные, значит, движения, связанные с корой, нежележащими двигательными центрами. Кроме того, стриаполидарная система ходит в, часть этой системы входит в лимбическую систему, и поэтому подкорковые двигательные центры, они, значит, регулируют произвольные движения, автоматизм произвольных движений, основанный на наших еще индивидуальных впечатлениях, опытах, достижениях, и, значит, ну, прочих, прочих наших индивидуальных свойствах, да. И таким образом, к автоматизму непроизвольных движений относятся еще так называемые двигательные или спортивные стереотипы, то есть это двигательные акты, которые формируются в процессе нашей деятельности, основанной на наших опыте, впечатлениях, свойствах нашей нервной системы, индивидуальных свойствах и так далее. Ну, какие же это движения такие? Это, например, упрощенно, например, катание на коньках, например, игра на музыкальных инструментах, когда мы долго-долго и так далее. Это определенный, значит, навык производственный, когда мы долго-долго учимся, когда наш мозг пытается детально, значит, проанализировать каждый элемент вот этого навыка, и затем мы выполняем эти навыки, не задумываясь. Точно так же, как ребенок сначала учится ходить, сложно, долго, да, а затем, как уже взрослый человек, мы не задумываемся, какие мышцы сокращаются, какие расслабляются, и как нам надо поступить в данный момент времени, ускорить шаг, замедлить и так далее. То есть часто, значит, вот эти вот движения, они происходят на автомате. Вот упрощенно, это функция стриополидарной системы, а также конкретно пазальных ядер. Идем дальше. Ну вот здесь мы прописали более детально функции базальных ядер. Это определение оптимального динамичного действия, поза, оптимальное соотношение тонуса мышц между антагонистами и синергистами. Функция базальных ядер нарушается при болезни Панкинсона и других. Это плавность и соразмерность движений во времени и пространстве. Это также высший центр терморегуляции. Это высший центр углеводного обмена. Это подкорковый обонятельный центр, к которому относится мендоливидное ядро. Белое вещество головного мозга. Большая часть головного конечного мозга состоит из белого вещества. И все это белое вещество, оно формируется, естественно, отростками нейронов, понятно, да, которые формируют различные волокна. Функционально волокна делятся на три группы. Это ассоциативные волокна, которые связывают между собой участки коры одного полушария. Проекционные волокна и комиссуральные волокна. На рисунке вы видите ассоциативные волокна. И достаточно большое количество ассоциативных волокон расположено в лобной доле. И лобная доля еще получает название ассоциативной доли, потому что в ней, в этой доле она начинает развиваться достаточно интенсивно у человека. И отличается головной мозг человека от других наших человекообразных обезьян, от предков наших человекообразных обезьян. Именно очень мощным развитием лобных долей коры головного мозга, которые связаны с развитием именно ассоциативных зон. Далее. Комиссуральные волокна. Комиссуральные волокна или комиссуры мозга. Они соединяют симметричные участки обеих полушарий и входят в состав спаек. Они образуют мозолистое тело, переднюю и заднюю спайку. Прозрачную перегородку и сводят мозг. Вот здесь на слайде вы видите мозолистое тело. Это центральная часть мозга, белое вещество, которое соединяет полушария мозга между собой. Комиссуральным волокнам мы обязаны работе плавной, координационной работе обоих полушарий. И вот различные патологии, они могут тоже связаны быть с неправильной работой комиссуральных волокон. Здесь мы хотели показать расположение комиссуральных волокон на разных срезах полушарий головного мозга. Вот здесь фронтальный срез, вот это горизонтальный срез, комиссуральные волокна на разных уровнях. Здесь рисунок комиссурального волокна и трехмерная реконструкция комиссурального волокна. В комиссуральном волокне в мозолистом теле выделяют три области. это передняя часть значит колена, значит центральная часть ствола и задняя часть это валик с плением корпорисколлези. С плением корпорисколлези. Еще одно комиссуральное волокно это свод мозга. Свод мозга достаточно сложная структура. Вы видите расположение свода мозга на срезе мозга. Разных сложных конфигураций срезов, потому что это сложная в трехмерном расположении структура. И вы видите на рисунке. Значит свод мозга состоит из центральной части, которая получает название тело свода, корпус формицы. Центральная часть тела свода значит соединена, имеет спайку между правой, правой и левой частью свода. И вот эта часть как раз она расположена над мозолистым телом. То есть выше расположена мозолистый тел. Давайте вернемся. То есть вот эта часть как раз свода, которая соединена друг с другом, правой и левой части. Дальше. Спереди центральная часть или тело свода расходится. Значит формируя два столба. И столбы заканчиваются социалидными телами. И сзади тело расходится в две ножки. Значит в задней части сначала эти ножки соединяются между собой прозрачной перегородкой. А дальше ножки уходят в височную, в височную долю. Вот вы видите здесь. Уходят в височную долю. Вот. И заканчивается гиппокампом. Конечная часть гиппокамп. По краю которой располагается бахромка. Фибрия гиппокампи. Вот такой сложной конфигурацией является свод. И соответственно вот этой сложной конфигурацией свод соединяет подкорковые и корковые центры обоняние и вкуса. Подкорковыми центрами являются социалидные тела. И корковыми центрами являются значит гиппокамп. Значит парогиппокампальная извилина. Вот он бороздок, бахромка гиппокампа. Далее. Здесь еще раз мы показали с вами расположение свода. Вот ниже здесь социалидные тела. Они скрыты. Значит столбы свода, корпус срощенной свода. И дальше вот уходит значит в ножку свода. Структура. Проекционные волокна. Значит проекционные волокна соединяют выше и ниже лежащие отделы мозга между собой. Могут соединять головной и спиной мозг. Часть проекционных волокон соединяют значит головной мозг соответственно выше и ниже лежащие отделы. Проекционные волокна в совокупности своем образуют проекционные проводящие пути. Они могут делиться функционально на три группы. Это экстрорецептивные, проприорецептивные и интерорецептивные. Ну соответственно, экстрорецептивные. Они идут от экстрорецепторов, то есть рецепторов воспринимающих раздражение среды, проприорецептивные, а проприорецепторов, рецепторов сухожилий, связок, капсул, суставов. И интерорецепторы это пути, которые идут от рецепторов внутренних органов. В головном мозге проприорецептивные волокна или проекционные волокна, они могут формировать различные структуры. Вот это одна из структур, которая формируется данными волокнами. Это капсулы. Это капсулы. Значит, здесь вы видите внутреннюю капсулу. Это прослойка, извините, прослойка вот здесь белого вещества, которое расположено между талямусом между талямусом вот с одной стороны и базальными ядрами с другой стороны. Вот прослойка белого вещества. Здесь она вот так вот выглядит. И дальше вот она уходит в ствол мозга. Дальше она уходит в ствол мозга. Кроме внутренней... Вот еще раз давайте посмотрим внутреннюю капсулу. Вот здесь она хорошо видна на горизонтальном срезе мозга между головкой хвостатого ядра талямусом и базальными ядрами. Значит, внутренняя капсула, внутренней капсуле можно выделить переднюю ножку между головкой хвостатого ядра и чечевицеобразным ядром, колено и заднюю ножку между талямусом и чечевицеобразным ядром. Лимбическая система. Лимбическая система это комплекс структур конечного промежуточного среднего мозга, участвующих в управлении вегетативных функций, эмоционального и инстинктивного поведения и оказывающих влияние на смену фаз сна и бодрствования. Лимбическая система здесь на слайде выделена желтым цветом. То есть, как вы поняли из определения, сюда входит целый комплекс структур, которые отвечают за управление высшей нервной деятельностью. Лимбическая система начинает формироваться на основе обонятельного мозга и, соответственно, это одна из основных и древних структур лимбической системы. Лимбическая система она входит больше в понятие функциональное, чем анатомическое. Но, тем не менее, мы ее тоже с вами выделяем. И в лимбической системе анатомически выделяют два отдела. Это периферический отдел и центральный отдел. К периферическому отделу мы будем относить обонятельную луковицу, обонятельный тракт, обонятельный треугольник, обонятельные полоски и так далее. Это субстанция перфората антериар. Это структуры, которые относятся к обонятельному мозгу. И к центральному отделу лимбической системы мы будем выделять это части коры, то есть это пара гиппокомпальная извилина, зубчатая извилина, гирусцинкули и ункус крючок. Все это вместе мы можем объединить. Помните, с вами я вам показывала, это гирусфорникатус, вотчатая извилина. То есть это часть сводчатая извилина. А также часть подкорковых образований. Это гиппокамп, это свод, это сосцевидные тела, корпоромобилярия. Это, значит, мендолевидное ядро или тело и некоторые другие. Ну, как я уже сказала, это больше функциональная структура, чем анатомическая, но тем не менее, вот мы с вами о ней тоже говорим. Почему больше функциональная структура? Потому что вот эти сложные поведенческие реакции центральной нервной системы, они связаны с различными отделами. И вот физиологи эти отделы связывают едино такую логическую схему, логический круг, который описал ученый пипец. Это круг пипеца, называется физиология. И графически этот круг выглядит следующим образом. Я бы хотела... Опять же, нам не очень важно детализация этих связей. Нам важно понимать, что действительно все структуры очень сильно связаны между собой. И только при взаимосвязи всех этих структур формируются сложные поведенческие реакции, связанные с обонятельным мозгом, талямусом, гипоталямусом, подкорковыми двигательными ядрами, корой головного мозга и другими. Детально функции лимбической системы достаточно в общем понимании могут выглядеть следующим образом. Это регуляция функций внутренних органов через гипоталямус, формирование мотивации, эмоций, поведенческих реакций. Лимбическая система играет очень важную роль в обучении, в мотивации к обучению. Конечно, обонятельные функции здесь все заложены, потому что все структуры обонятельного мозга участвуют. Лимбическая система участвует в формировании коротковременной и долговременной памяти, участвует в формировании ориентировочно-исследовательской деятельности, организации простейших мотивационных, информационных коммуникаций, то есть в речи, участвует в механизмах сна и так далее. То есть мы говорим, что мотивация, обучение, память и ряд других, которые относятся к функциям высшей нервной деятельности. При поражении лимбической системы мы имеем различные нарушения, которые связаны с этими функциями. Первое – это нарушение памяти без нарушения других психических функций, в том числе и снижение памяти на текущие события. Кроме того, при нарушении комплекса органов лимбической системы мы можем иметь нарушение эмоциональной сферы. То есть это потери и снижение эмоционального фона, апатию, появление эмоций отрицательного характера, например, страх, напряжение, гнев, тоска, немотивированную склонность к депрессии, к апохондрии и так далее. Может наблюдаться потеря или спутанность долговременной памяти, ретроградная мазия, потеря функции обоняния, потеря способности воспринимать различные задачи в различных областях, обучаться новым навыкам и так далее. То есть за эти разные нарушения отвечают разные совершенно центры головного мозга, и в совокупности они могут выдавать такие симптомы поражения нервной системы. Ну, еще разочек, обонятельный мозг, как отдел мозга, вот это тоже понятие больше физиологическое, чем анатомическое, но так как туда входят разные анатомические отделы, мы тоже с вами его выделяем, мы должны понимать. В обонятельный мозг мы тоже, значит, объединяем разные структуры, которые делим на периферический отдел и центральный отдел. К периферическому отделу относятся обонятельная луковица, тракт, треугольник, обонятельные полоски, переднее продрявленное вещество. То есть, как вы помните, это тоже часть лимбической системы. Центральный отдел относится к структуре, отвечающей за анализ и синтез раздражителей периферического отдела. Это сводчатая извилина, всё её целиком я здесь взяла, да, это, значит, поясная извилина, перешеек, парогипокампальная извилина, а также морской конёк гиппокамп и зубчатая извилина, расположенная на гиппокампе. То есть, это вот центральный отдел. Ретикулярная формация. Значит, ну о ретикулярной формации мы начали говорить, когда начали изучать продолговатый мозг. То есть, на протяжении всего ствола мозга, продолговатого мозга, значит, моста среднего мозга, значит, лежала ситчатая структура ретикулярной формации. Ретикулярная формация состоит из звёздчатых нейронов, многоотросчатых нейронов, которые образуют некую сетку, такую ретикулям в стволе мозга. Значит, в том числе, в ретикулярной формации, кроме ситчатой структуры, есть ещё и скопление ядер, которые формируют, скопление нейронов, которые формируют ядра ретикулярной формации. В настоящее время описано более ста ядер внутри ствола мозга, которые относятся к ретикулярной формации. Ядра не все изучены, но, тем не менее, мы можем говорить о некоторых важных очень функциях ретикулярной формации. Первое, о чём мы говорили уже на уровне продолговатого мозга, это ядра ретикулярной формации, образуют центры дыхания, центр духа, центр выдоха. Это упрощённые понятия физиологические, да, центр духа, центр выдоха. Образуют центры, которые отвечают за частоту сердечных сокращений. Кроме того, ядра ретикулярной формации связывают различные отделы мозга, формируют некое такое связующее звено. Ядра ретикулярной формации отвечают за неспецифическую афферентную систему, меняя возбудимость корковых нейронов, тем самым затрудняя или облегчая синаптическую передачу. Физиологи, когда изучали ретикулярную формацию, есть такой метод, метод перерезки проводящих путей. Когда отсекались проводящие пути на том или ином уровне, то был обнаружен такой эффект, что при отсечении ретикулярной формации на уровне ствола животное засыпало и разбудить его было невозможно. То есть были нормальные все функции дыхания, метаболические функции, животное просто находилось во сне. Таким образом, ретикулярная формация активирует кору больших полушарий мозга, и эта активация соответствует активной фазе бодрствования. То есть активность коры в соответствующей фазе сна сохраняется, а активация в соответствующей фазе бодрствования прекращается. Таким образом, животное и человек просто уснет. Ретикулярная формация, как я сказала, соединяет разные структуры, поэтому и талямус, и гипоталямус, и мост, и мозжечок, и продолговатый мозг между собой. И таким образом, координирует разные сложные рефлекторные акты, соединяет гуморальные, за счет нее соединяются гуморальные нервные центры, обладает высокую чувствительность к гуморальным факторам, является местом избирательного действия многих фарм препаратов и так далее. То есть это такая связующая структура между различными отделами головного мозга. Ну и внутри головного мозга расположены полости. Значит, полостей несколько. Это латеральные желудочки, это третий желудочек, четвертый желудочек, водопровод мозга. Но самую сложную конфигурацию имеют латеральные желудочки. Латеральный желудочек имеет, в нем выделяют передний рог, центральная часть, задний рог и нижний рог. Передний рог расположен в лобной доле, центральная часть лежит над мозолистым телом и расположен частично в лобной, теменной, и частично в затылочной доле. Задний рог лежит в затылочной доле, и нижний рог опускается в височную долю. Вот такая сложная конфигурация. Латеральные желудочки парные, они соединяются между собой между желудочковыми отверстиями. Значит, латеральные желудочки соединяются с третьим желудочком, который находится между талямусами. Это небольшое щелевидное пространство между талямусами. Третий желудочек соединяется с четвертым желудочком посредством водопровода мозга. Водопровод мозга является полостью среднего мозга и лежит между ножками мозга и пластинкой крыши. Четвертый желудочек располагается в ромбовидном мозге, является полостью ромбовидного мозга, и дном четвертого желудочка является ромбовидная ямка, а крышей четвертого желудочка мозговые паруса. Четвертый желудочек имеет сообщение с центральным каналом за счет нижней апертуры, с подпоутинным пространством за счет латеральных отверстий или латеральных апертур, ну и, соответственно, с водопроводом мозга. Таким образом, все полости мозга, они связаны между собой. И с подпоутинным пространством головного и спинного мозга, а также с центральным каналом. Немножко более подробно о латеральном желудочке. Ну, как я уже сказала, имеет передний, задний, нижний рог и центральную часть, и центральную часть. Передний рог имеет стенки, медиальную стенку, это прозрачная перегородка, латеральная стенка, головка хвостатого ядра и передняя стенка колена мозолистого тела. Вот вы видите здесь, значит, это передний рог. Центральный рог, нижняя стенка, это талиамбус и тело хвостатого ядра и верхняя латеральная стенка, мозолистое тело. Вот здесь мозолистое тело представлено. И вот мозолистое тело. Значит, задний рог, верхняя латеральная стенка, это мозолистое тело. Другие стенки, белое вещество затылочной доли. И нижний рог, он ограничен мозолистым телом и белым веществом височной доли. Медиально расположен гиппокампой, бахромкой гиппокампой. Здесь на фотографии также еще виден третий желудочек. Вот это вот талиамусы. И вот это щелевидное пространство, это как раз пространство, ограниченное талиамусом. Как раз это третий желудочек. Ну, желудочки мозга, в желудочках мозга находится ликвор. Находится ликвор. Вот. Ликвор представляет собой полупрозрачную жидкость. Значит, где-то 7-10% объема мозга занимает ликвор. Где-то 100-200 кубических сантиметров. Приблизительно 25-35 миллилитров. Вот он находится в системе желудочков. Вот здесь вы видите на томограммах желудочки, где содержится ликвор. Значит, спинномозговая жидкость или ликвор вырабатывается сосудистыми сплетениями желудочков мозга. Но не только. Она вырабатывается еще и паутиной оболочкой, глией, а именно и пендимой, и самой нервной тканью. Значит, если количество жидкости увеличивается, то мы видим на томограмме расширение желудочков. Расширение желудочков связано с целым комплексом различных возможных патологических состояний. И может привести к серьезным нарушениям работы головного мозга. Значит, ликвор играет роль некой такой вот водяной подушки, в кавычках, естественно, предохраняющей мозг от сотрясений. Кроме того, ликвор участвует в обмене веществ, содержит гормоны, медиаторы, цитилхолин, норадреналин, дофамин, различные метаболиты. Ликвор имеет весьма сложные соотношения с сосудами головного мозга и с оболочками головного мозга. Оболочки головного мозга. Оболочек головного мозга, так же как и спинном мозге, три. Однако они имеют достаточно большое количество различных производных, которые также играют существенную роль в функционировании головного мозга. Итак, оболочки головного мозга. Сосудистая оболочка, пиоматор энцефалии, паутинная оболочка, архноида, и твердая оболочка, это дуроматор энцефалии. Значит, сосудистая оболочка, она покрывает все борозды и извилины, и прилежит к веществу мозга. Она содержит много кровеносных сосудов, образует сосудистые сплетения, продуцирующие спинномозговую жидкость. И снаружи покрытые эндотелием, значит, специальным дослойным плоским эпителием. Паутинная оболочка архноиды не заходит, не заходит, значит, в борозды и извилины. Покрытые эндотелием с двух сторон. Производные паутинные оболочки – это зернистые разрастания, которые расположены вдоль пазух твердой мозговой оболочки, и, значит, наиболее их количество в районе верхнего сагитального синуса. Зернистые разрастания необходимы для оттока ликвара в генозную кровь в синусо-твердой мозговой оболочке. У паутинной оболочки есть производные, так называемые цистерны. То есть, если мягкая мозговая оболочка заходит во все борозды и извилины, то твердая мозговая паутинная оболочка, извините, она лежит поверх структур мозга. Поэтому там, где структуры мозга имеют какие-то неровные неровности, так называемые, там формируются так называемые цистерны, твердой паутинной оболочки. Вот паутинные оболочки. Таким образом, выделяют целую группу цистерн, наиболее большие, из которых это межножковая цистерна, цистерна интерпетункулярис, цистерна, которая лежит около перекрёста зрительного нерва цистерны хиазматис, цистерна, которая формируется при переходе продолговатого мозга в мозжечок, значит, цистерна, церебромедулярис, пастериар и латералис, вот, и некоторые другие. Твердая мозговая оболочка. Твердая мозговая оболочка формирует целую группу производных, которые имеют важные функциональные значения. Ну, первое. Это вырост твердой мозговой оболочки в латеральную щель полушарий мозга, которые ограничивают два полушария мозга между собой, доходят до мозолистого тела. Значит, твердая, это производная получает название серпомозга, серпомозга. Вторая пластинка расположена в поперечной щели мозга между полушариями и мозжечком и получает название намет мозжечка. Намет мозжечка. Серп мозга и намет мозжечка. Еще одна пластинка лежит между полушариями мозжечка и получает название серпа мозжечка. Такая же пластинка расположена вокруг турецкого седла И получает название диафрагмы турецкого седла Тоже имеет важное функциональное значение для работы гипофиза И еще производным твердой мозговой оболочкой Являются синусы твердой мозговой оболочки Синусы представляют собой расщепление твердой мозговой оболочки Высланные эндотелием И по которым отекает венозная кровь из структур черепа Черепа и мозга в конечном итоге Синусы твердой мозговой оболочки мы с вами изучали в внечерепных притоках Внутренней еремной вены И синусы твердой мозговой оболочки относят к так называемым немышечным венам Таким образом мы с вами рассмотрели структуры головного мозга Их конечного мозга Отличительные функциональные особенности И на этом ваша лекция закончена Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!